Предоставление жилья в сельской местности, асфальтирование дорог, трудоустройства, земельные споры – это далеко не весь перечень вопросов, с которыми жители Витебщины пришли к сенаторам. Без внимания не остался ни один заявитель, ведь именно частные случаи дают понимание того, что на самом деле волнует людей и требует более пристального внимания государства. Темы, с которыми приходят граждане, часто становятся основой для поправок в закон. Сегодня я для себя сделала большие выводы о том, что достаточно много предложений, которые касаются вынесения дополнений и изменений в действующие законодательные акты. Конечно, мы внимательно изучим все эти предложения с государственными органами управления. Есть предложения по системе здравоохранения, поступают предложения по системе жилищно-коммунального хозяйства, в частности, Витебск области. Всё это мы обобщим, обязательно мы все эти обращения берём на контроль. Наиболее актуальны в Витебской области проблемы, связанные со сферой ЖКХ. Так, жительница Орши обратилась с просьбой привести в порядок полтора километра дорог в местном садовом товариществе. Её разбили грузовые машины, работающие на карьере по соседству. Проехать теперь невозможно. Вопрос взяли на карандаш. В ближайшее время будет принято решение. Услышала, что помогут даже в ближайшее время. Дали сроки за ноябрь месяц этот вопрос разобрать и все службы, которые сегодня присутствовали, чтобы приняли участие. Людей надо слушать и слышать, разговаривать и реагировать на все вопросы. На это чиновников ориентирует глава нашего государства. От результативности работы с населением, внимательности к проблемам тех, кто приходит к ним на личные приёмы, зависит вопрос доверия. Надо очень плотно работать с населением, слышать на это население, на что президент нашей страны, Александр Лукашенко, и ориентирует, что чужих вопросов не бывает. Если я в системе госуправления сегодня работаю, я должен слышать каждый вопрос человека. Жительница Толочинского района не может оформить документы после юридического разделения дома на две отдельные квартиры. Вопрос открыт с 2019 года. Профессиональную консультацию и совет женщина получила, записавшись на личный приём. Я пришла на приём к зампредседателю Совета Республики Беларусь для того, чтобы разрешить свою проблему по поводу получения технического паспорта на свою половину. В общем-то, я довольна. Мне порекомендовали определённые действия, которые я хочу, вынуждена буду сделать для того, чтобы получить документы. Сегодня подняты самые различные вопросы. Это вопросы состояния дорог, вопросы землеустроения, вопросы, касающиеся развития региона, предложения в законодательство. То есть, наших людей волнует всё, что их окружает. И главное, они в своих заявлениях, обращениях стремятся к одному. Жизнь в нашей стране должна стать ещё лучше. В ходе визита сенаторы также изучили ситуацию на местах. Посетили ключевые объекты и предприятия. Сергей Хоменко побывал в Серковицкой сельской врачебной амбулатории. Она обслуживает 23 населённых пункта. Несмотря на большие объёмы работы, справляются. Амбулатория оказывает широкий спектр медицинских услуг. Постоянно доознащается. У нас население 420 человек. Вместе с детками 65 человек. Мы проводим стоматологическую помощь пациентам, физиотерапевтическую помощь пациентам. Также у нас имеется дневной стационар. Пациенты могут приходить, мы можем их капать. Также берём анализы. Все виды помощи оказываем. Эффективность, а главное – необходимость единых дней приёма граждан доказана временем. Многие вопросы решают сразу на месте. Остальные – на контроле сенаторов. Растёт и число личных обращений граждан в Совет Республики. За 9 месяцев 2024-го их поступило около 5,5 тысяч. Почти на две сотни больше, чем в прошлом году. Алина Мычко, Олег Черняк, СТВ.